Привет, YouTube! На прошлом занятии мы обсудили, зачем нужен тестировщик, что это за зверь такой, и я рад, что вы остались со мной для продолжения обучения на данном курсе. Самое время начать изучать теорию. Сегодня мы узнаем о 7 принципах тестирования, знать которые должен каждый уважающий себя тестер. Принцип номер 1. Тестирование показывает наличие дефектов. Тестирование может показать, что в продукте существуют дефекты, но не сигнализирует о том, что дефектов не существует вообще. То есть в процессе тестирования мы снижаем вероятность того, что в продукте остались дефекты, но даже если мы их вообще не обнаружили, то мы не можем говорить о том, что их нет. Из моей практики баги в продукте есть всегда. Принцип номер 2. Исчерпывающее тестирование невозможно. Протестировать абсолютно все в продукте попросту невозможно. И даже если вам кажется обратное, то вы потратите огромное количество времени на это, а как известно, время – деньги. Вы скажете, а как тогда быть уверенным в том, что продукт работает корректно? На это я отвечу так, что всегда есть риски и приоритеты. Для того, чтобы минимизировать первые, есть специальные техники тест-дизайна, которые помогают тестерам проектировать свои тесты так, чтобы с минимальными усилиями покрыть как можно больше тестовых случаев и функциональностей. Об основных из них мы поговорим на следующих уроках. А теперь давайте с вами поговорим о принципе номер 3. Это раннее тестирование. Давайте с вами вспомним модель стоимости исправления дефекта от того, когда он был обнаружен. Если вы забыли об этой модели, вы всегда можете вспомнить, если перейдете по ссылочке, которая сейчас появится вверху. Эта модель как можно лучше характеризует принцип раннего тестирования. То есть тестовые активности должны начинаться как можно раньше и всегда преследовать определенные цели. В данном случае экономия средств заказчика. Принцип номер 4. Скопление дефектов. Он гласит так. В небольшом количестве модулей сокрыто большое количество дефектов. Если мы вспомним с вами правило Парета, то оно применимо и к данному принципу. 80% дефектов находится в 20% функции. То есть мы должны понимать, что наибольшее количество дефектов сконцентрировано не во всем приложении, а в какой-то определенной из ее функциональностей. Поэтому тестер должен распределять свои усилия пропорционально фактической плотности дефектов. Например, если он понимает, что в модуле логина пользователя в систему всегда происходят какие-то критические дефекты, то он должен большее время сконцентрировать на нахождении и устранении этих дефектов именно в этой функциональности. Очень интересный принцип, который называется парадокс пестицида. Давайте с вами немножко поговорим о нем. Прогоняя одни и те же тесты вновь и вновь, вы столкнетесь с тем, что они находят все меньше новых ошибок. Поскольку системы эволюционируют, многие из ранее найденных дефектов исправляют и старые тесты больше не срабатывают. Чтобы преодолеть этот парадокс, необходимо периодически вносить изменения в используемые наборы тестов, рецензировать и корректировать их с тем, чтобы они отвечали новому состоянию системы и позволяли находить как можно большее количество дефектов. Для этого также нужно постоянно изучать новые методы для тестирования и внедрять их в свою работу. Также для преодоления данного препятствия можно давать прогонять тесты другим участникам команды, либо же производить ротацию кадров, чтобы разные тестировщики в разное время тестировали одну и ту же функциональность. Кстати, вопрос по минимизации данного риска часто задают на собеседовании, так что обязательно запомните ответ на него. Почему же этот принцип называется парадокс пестицида? Все очень просто. Проведите аналогию с надением какого-то химиката против насекомых, либо же каких-то сорняков. Если их постоянно травить одним и тем же инсексицидом или пестицидом, то у них возникает привыкание, они адаптируются, и меньшее количество живности умирает, либо уничтожается по действиям того или иного токсиканта. Также работает парадокс пестицида для тестирования. Принцип номер шесть. Тестирование зависит от контекста. О чем гласит данное правило? Выбор методологии, техники или типа тестирования будет напрямую зависеть от природы самой программы. Например, программное обеспечение для медицины требует более тщательной проверки, чем компьютерная игра. Или же сайт с большей посещаемостью должен пройти через серьезное тестирование производительности, чтобы показать возможность работы в условиях высокой нагрузки. Поэтому тестировщик всегда должен ответственно подходить к выбору той среды, в которой он будет тестировать, к выбору той документации, которую он будет нерять. Например, если продукт сложный, то лучше выбрать тест-кейс, а не чек-листы. Об этих артефактах, как я уже говорил ранее, в первом уроке мы будем говорить чуть позже. Мы обязательно затронем все аспекты тестовой документации и правильный выбор ее для того или иного проекта. И последний на сегодня принцип – это заблуждение об отсутствии ошибок. Каждому тестировщику не стоит полагать, что если тестирование не обнаружило дефектов, то программа готова к релизу. Нахождение и исправление дефектов будут неважны, если система окажется неудобной в использовании. И не будет удовлетворять нуждам пользователя. Пожалуй, все это каноничные принципы тестирования, которые помогают тестеру в реальной работе. Видите, их немного, всего 7, но вам стоит знать их обязательно, потому что частенько спрашивают о том или ином принципе на собеседовании. И это вам нисколько не повредит, так как выстроит у вас в голове структуру, как нужно подходить к тестированию. И минимизировать затраты на его проведение. Что же, это был небольшой урок, намного меньше, чем первый. Обязательно переходите по ссылке выше, чтобы посмотреть первый урок, чтобы не пропустить ничего важного для нашего с вами обучения. А уже в следующем уроке мы научимся различать, что такое QA, QC и тестинг. И поговорим о таких процессах, как верификация и валидация. И, конечно же, если вам было интересно это видео, то обязательно подписывайтесь на данный канал. Нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Сдавайте вопросы. Я постараюсь на них обязательно ответить. А мы же увидимся с вами совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok